Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с описанием работ художников по книге Великий Музея мира. Эдвард Коли Берн Джонс «Царь Кафетуя и нищетка» 1884 год, холст масла 293 на 135. Довольно большая картина. Творчество Эдварда Коли Берн Джонса завершает значительное стилистическое направление в английском искусстве XIX века – прерафаэлитизм. Живопись прерафаэлитов являлась собой переход от романтизма к символизму начала XX столетия, который, возможно, правильнее было бы именовать неоромантизмом. Он вновь открыл простор фантазии, устремленность за пределы повседневности. Эта картина, как и другие произведения автора, свидетельствует о его большом интересе к искусству итальянского возрождения и отчетливо обнаруживает влияние современных ему художественных, эстетических и этических идей. На создание образа мастера вдохновило два поэтических произведения – «Песнь о нищей и короле» 1612 года старинного английского поэта Ричарда Джонсона и поэма «Нищенко» современника, художника Альфреда Теннисона, который рассказывается об африканском царе Кафетуе. Правитель презирал женщин, но, увидев бедную девушку, влюбился и поклялся сделать ее царицей. Кафетуя устремил на героиню пристальный, можно сказать, гипнотический взгляд. В этом выразилось глубокое убеждение художника в том, что взгляд имеет огромную преобразующую силу. Мастер считал глаза окном души. Вот такое описание к работе Эдварда Кольберна Джонса «Царь Кафетуя» и «Нищенко» 1884 года по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.